Когда мы ведём себя в храме неблагоговейно или даже грубо, люди на это совсем не так реагируют, как в обычной жизни. В храме, нравится нам это или нет, любой из нас со стороны кажется представителем Божьим. Это почёт, конечно, которого мы часто совсем не заслуживаем, но это и большая ответственность. Помню, прочитал историю жизни митрополита Антония Суровского. Одна женщина с ребёнком пришла первый раз в храм, она была в брюках и без платка. Кто-то из местных сделал ей грубое замечание, женщина расстроилась и ушла. На следующий день, когда владыка Антоний узнал об этом, он сказал своим прихожанам такую проповедь. Он сказал, вчера вечером на службе была женщина, одета не по церковному, в брюках, без платка. Кто-то из вас сделал ей замечание, и она ушла. Не знаю, кто это сделал, но говорю этому человеку, чтобы он до конца своих дней молился о ней и этом ребёнка, чтобы Господь их спас. Потому что из-за вас она может больше никогда прийти в храм. После этого владыка развернулся и ушёл. Что стало с этой женщиной? Услышал ли тот человек слова, которые владыка ему обратил, это уже неизвестно. Но вот боль за ближних, которую владыка пережил, все услышали, почувствовали. Владыка Антоний учил, что если мы проявили чёрствость и грубость, какому-то человеку осудили или подумали о ком-то плохо, нужно остановиться и внимательно, неспешно, три раза в сердце прочитать Иисусову молитву. И три раза «Богородица и Дева, радуйся». Если научиться делать такие паузы ради Бога, то душа перестанет быть чёрствой и станет тёплой и внимательной к тем, кто нас окружает. Такие дела. Редактор субтитров А.Сёмкин